Этой системой придерживаюсь я. Вверх, вверх и вверх. Даже удобнее, чем станок. Всем привет! Это канал Тайна Плюс Танцы. На дворе лето, тепло, солнце, сезон отпусков. Что делать, если вы уезжаете в отпуск, но не хотите выходить из формы, так же, как и я? Все правильно, нужно заниматься везде, потому что для балета нет вообще никакого предела. И заниматься им можно везде, даже на улице. И сегодня мы покажем, как это сделать на какой-то спортивной площадке. И поможет нам в этом балерина Елизавета Таранда. Привет, Лиза! Привет, Анечка! Увидела у Лизы, кстати, вот видео с отдыха. Как раз, как настоящая труженица, ты не отдыхаешь вообще, ты занимаешься постоянно, да? После отдыха всегда очень сложно входить в форму. Поэтому я поняла, что лучший отдых – это все-таки с небольшой дополнительной нагрузкой. Все равно тело само просит, что что-то сделать с утра, как-то подвигаться. Соответственно, лучше всего все-таки чуть-чуть заниматься, а потом целый день быть свободным, ходить на пляж, плавать, отдыхать, наслаждаться отдыхом. Извини, что ты перевела, просто мне кажется, когда занимаешься, можно спокойно потом поесть на отдыхе без зрения совести. Хорошо, ну, ты покажи, пожалуйста, какой-то мини-комплекс, чтобы люди, которые нас смотрят, подписчики, в том числе я скоро тоже поеду на отдых, надеюсь, я буду заниматься на отдыхе, что-то можно было поделать. Перед любой тренировкой, неважно, балериновые, спортсменка, любитель, или просто хотите поддерживать себя в форме, обязательно нужно размяться. Теперь самая основная часть балета. Я буду показывать в любом случае балетный станок, но упрощенный вариант. То есть это будет удобно для любого человека, любой, в принципе, подготовки. Самое главное – это максимально натянуть ножку, то есть потянуть пяточку к икре, да, и вывести. И так несколько раз постараться поводить ножкой, да, во все стороны. Ну, то есть тут можно по воздуху это делать? Нет, наоборот, мы все делаем по полу. Сначала это элементарно, ну, как наше самое главное движение, от которого идет все – батмонтандю. В спорте есть приседания, у нас они тоже есть, только если в спорте мы делаем все коленками вперед, то в балете все делается в сторону. Соответственно, мы можем присесть, это демиплия, то есть половинка, да. И есть гран-плия, в которой в конце, в самом конце отрываются пяточки, и первые же они ставятся, когда мы поднимаемся наверх. У нас есть несколько позиций. Первый раз мы делали в первой позиции, это вторая позиция. Пятки находятся ровно под плечами, расстояние примерно, ну, чуть больше длины вашей стопы. Демиплия. Демиплия можно делать с руками, если ручки сбегают, можно просто гран-плия, то есть большое плия, и наверх. Подводим, можно, это есть пятая позиция, это у кого ноги разворачиваются, если нет, ничего страшного, можно продолжить по первой позиции. Каждое такое движение, оно помогает раскрыть наилучшим образом бедра, потом можно поделать наклоны вперед и назад, у нас это называется пор-де-бра. Это вместе с ручками наклоняемся к самым коленочкам, можно себя прижать, чуть-чуть растянуть, постараться вытянуть колени. Если не получается с развернутыми ножками, можно это сделать по шестой позиции, то есть носочки и пяточки вместе. Точно так же мы наклонились, да, вот я повернусь боком, можно, например, согнуть ноги и к ним в себя потом прижать. Так поделать несколько раз, чтобы у нас подколенная мышца заработала. После этого так же можно наклониться назад, голову поворачивать обязательно в сторону, чтобы вот это вот, чтобы нам здесь не было больно. Вот мы наклонились в одну сторону, в другую, потом мы наклонились к нашему станку, палке, к нашей опоре от станка. После этого можно просто поделать вращательные движения ногой. Эта сторона ровная, это двигается. Сначала в одну сторону раз 15, потом в другую, с другой ножки, так же по 15 раз. После этого можно руку поставить на пояс, чтобы она не мешалась. Батман Танзюжетэ, то есть тонус с отрыванием ноги от пола 45 градусов. Раз, два. На максимальное натяжение подержать, напрячь всю ножку, подколенную мышцу. Можно натянуть носочек на себя. Можно поднимать, сокращать стопу, вытягивать и ставить. Это очень полезно для голеностопа. Особенно барышня, которая ходит на каблуках и мучается, что у них начинают болеть ноги после этого. Это замечательное движение. Так можно по всем сторонам поделать. В каждую сторону мы сделали, с другой ножки сделали. Следующее движение. Ронде-жамп-портер. Круги по полу. Если совсем просто. Здесь мы приседаем, ножку вытягиваем вперед и выводим ее в сторону вместе с вытягиванием опорной ноги. Это называется препоросен, то есть подготовка к основному движению. Дальше мы крутим ножкой, сокращая стопой, проводя ее по полу в положении первой позиции. Вот мы делаем один кружочек, второй, третий. Это помогает ноге лучше двигаться в бедре. То есть мы, минимально затрачивая силы, делаем максимальную нагрузку на наш тазобедренный сустав. Дальше мы садимся в демиплие. И на согнутой одной ноге мы проводим ножку. Да, абсолютно верно. Тоже раз в 10? Ну да, да, да. Просто одна из положительных сторон бодибалета в том, что это в принципе тот же самый балетный станок, но он сделан на максимальное, например, повторение. Этой системой придерживаюсь я. Вот мы сделали 8, например, на вытянутой, потом 8 на согнутой. Чтобы передохнуть, вот мы закончили последний, да, провели, две ножки вытянули. Мы их приподнимаем на 45 градусов, опускаем ножку, потом повыше, опуская, потом на 90 и держим. Две ноги вытянутые, опорные, передние. Потом опускаем, закрываем. Точно так же в сторону. 45, повыше, 90, подержать, закрыть. И так вот. Хорошего упражнения. Так же назад. Да, абсолютно. Мышцы сразу чувствуются. По чуть-чуть на каждом уровне. Все то же самое обратно. Потом обязательно наклоны, которые позволяют нам растянуть в очередной раз все мышцы. Так как мы уже много раз поделали вращательные движения в бедре, понатягивали ножку, мы можем смело приступить к растяжке. На любой уровень вы можете положить ногу и наклониться к ней. Это может быть вниз. Соответственно, в любом случае у вас напряжется подколенная мышца, вы к ней наклоняетесь. Если вы уже чувствуете, что можно и повыше, кладете ножку на высокую и точно так же к ней наклоняетесь. Потом ножку можно взять в ручку и постараться притянуть ее наверх, подтянуть и постараться поднять ее к самой голове. Из этого всего состоит вся система балета. Мы напрягаем мышцы, а потом их растягиваем. Таким образом они становятся и эластичными, и при этом очень крепкими. Поэтому, если ты правильно и много хорошо делаешь балетный урок, ты, в принципе, в безопасности от травм. Что полезно для голеностопа? Обычно следующее движение у нас батман фон дю. Оно делается на полупальцах, но это достаточно сложно, потому что здесь даже вытягиваются две коленочки одновременно и подъем на полупальцы. Чтобы подготовиться к этому движению, лучше развернуться лицом, подниматься на полупальчики, максимально вытягивая колени, подтягивая всю вот эту внутреннюю мышцу под ягодичную. Ягодичную, естественно, собрать. Спинка прямая, голова смотрит вперед. Поднимаем пяточки, отрываем их максимально, насколько возможно, и опускаем. Это можно делать, что называется, сухо, то есть без плие. А можно сгибать ножки, вытягивать и постепенно поднимать. Повторение не менее 10 в любом случае. Нажмите на колокольчик. Если вы смотрите наш канал с телефона, то он здесь. Если с компьютера, то здесь. Так вы не пропустите новые видео на нашем канале. Вам будут приходить оповещения. Есть батман фарапе, есть рендежан панлер. Я думаю, что рендежан панлер будет очень полезен. То есть это те же самые круги ногой. У нас даже нам зафиксирована нога где-то 65 градусов, чуть выше. Нога сгибается. И носочек должен касаться середины икры. Не выше, не ниже. У нас зафиксировано колено. И она только сгибается. И делаются круговые движения. В одну сторону. А потом к себе. Колено опорное натянуто. Нога сгибается и разгибается максимально. Закончили это движение. Повернулись с другой ноги. Все то же самое. В конце есть два сложные комбинации движений. Это адажио и гран-батман. Адажио я рекомендую всегда начать самое простое. То есть вытянуть ножку, поднять, подержать максимально, опустить, закрыть. Также в сторону. Подержать. Также назад. Подержать. Потом можно на плее присогнуть ножку, вытянуть коленочку, опустить ножку. Также в сторону. На плее поднять, вытянуть, опустить, закрыть. И можно в конце сделать, например, ронд. То есть в бедре на одном уровне нога не должна опускаться. Она должна идти ровно спереди-назад. После этого мы можем приступать к гран-батману. Большим махом ноги. Ну, носочек в сторону. Стоим ровно на, точно на левой ноге. Опора. Ручка в стороне или на поясе. Как удобно. Ножку бросаем. В этот момент мы не сгибаем, не оттягиваемся, не проваливаемся. Ничего вот этого не делаем. Наша спина должна быть ровная. Бросили вперед. Раз. Бросили. Два. Четыре. Пять. Восемь. Закрыли. Выдохнули. И сразу же можно... Доверь руки. Точно стоял корпус в сторону. Вверх. Вверх. И вверх. И точно так же назад. Когда опора высокая, очень удобно при этом держать спину. Кстати, я подумала, что даже удобнее, чем станок, потому что ты правда так... Не отклоняешься. Да, верно. Можно чуть-чуть наклоняться на станок, но не отставлять тазобедренный сустав назад. И не гулять на руках. То есть мы не отжимаемся. Мы только бросаем ножку назад. Мы ее бросаем раз, два и так далее до восьми. Очень хорошо для закачивания ягодичных мышц небольшие подъемы наверх. Называется пики. Никогда пики отдельно не делала. Пики акцентом вверх в воздух. То есть вот мы на 45 делаем. И можно так же на 90. Хорошо. Одной и другой ногой. Самое главное не давать болтаться корпусу. То есть если вы чувствуете, что 10 это уже предел, и дальше начинается болтанка, сразу прекращать, лучше по чуть-чуть, по нескольку подходов взять. В полевых условиях нужно увеличивать все-таки не количество, не 5. Как, допустим, в классе делаешь. Да, разумеется. После этого можно взять резинку, эспандер. Он бывает из ткани, бывает из резины. Мы его берем, просовываем туда на стопу, наматываем один раз или два, если у вас получается. Все у вас зафиксировано. Дальше мы переносим ногу за себя и вытягиваем. Наклоняем корпус и максимально двигаем ногой наверх-назад. Это закачивает и ягодичную мышцу, и мышцу спины. Напряжение идет вот здесь, потому что мы поднимаем ногу. И напряжение идет также вот здесь, в мышце спины. Поэтому желательно не разворачиваться, а держаться прямой спиной и просто закачивать, да. Но максимальное тоже повторение. Ну так, 10 сделали, передохнули, на другую ножку надели. Все точно так же можно сделать с ногой в сторону. То есть ты так же абсолютно наматываешь. Достаточно удобно. На кроссовок особенно, на стопе не больно. И качаешь. Можно чуть-чуть помогать рукой там. После всего этого можно надеть грузы. Что делать с грузами? С грузами можно быстро бросать ножку. Можно медленно ее поднимать. Вначале первые 5 раз будет не ощущаться. На 10-й сразу почувствуете напряжение. И вот здесь стоит внимательно последить за опорной ногой и за рабочей. Чтобы они были максимально натянуты в любом положении. Все то же самое. В любую сторону. Можно поделать с вытянутой ногой. Можно приседать на одной ноге. Приподняться, опуститься. И завершение. Все, что нужно сделать. И опять потянуться. После всего сделанного комплекса. Лучше всего просто сделать наклон вниз. Обнять ножки. Наклониться назад. В очередной раз. Вбок. Вбок. Можно опять положить ножку. К ней опять же наклониться. Выдохнуть. И с чувством выполнить долго. Отдыхать. Отдыхать. Еще пару вопросов. Как ты сама все это разработала? Этот комплекс, можно сказать, некий. Но имею в виду именно вот в таких условиях. Или где ты подсмотрела? Или вот как это родилось? Множество балерин сейчас ходят в спортзалы. Нам, в принципе, нежелательно бегать, заниматься на определенных велотренажерах. Но все равно в спортзале есть возможность поделать на максимальное повторение те движения, которые улучшают нашу грацию, силу в ногах дают и так далее. Когда мы на отдыхе, естественно, нам тоже нужно как-то заниматься, как-то что-то делать. И так как мы подготовленные люди, мы можем что-то повторить из нашего урока, даже будучи в кроссовках. А вот когда возвращаешься, ты не чувствуешь еще такой потерянной формы? Нет, да? Помогает? Да, безусловно. Вот я отдыхала 10 дней из них, 7 я точно занималась. Но я, правда, делала небольшую пробежку просто для дыхания. И когда я вернулась к работе, я не ощутила такого резкого перепада. У тебя нет такого, что лень уже? Ну, я понимаю, что ты с детства этим занимаешься. Или все-таки бывают какие-то моменты, и как ты себя мотивируешь тогда? Я мотивирую себя тем, что не позанимаешься сегодня, будет очень тяжело завтра. Когда я пропускала побольше дней, больше, чем 2 дня, я понимала, что я себя отбросила на неделю. И просто это психологически тяжело, когда ты приходишь, ты все делал, как у тебя было. Но у тебя хуже, они разворачиваются, тяжелее поднимаются. Все стоят вытянуты наверх ногой, а тебе тяжело, у тебя вот здесь она трясется на 45 градусов где-то. И потихонечку очень поднимается. Спасибо большое за комплекс. Будем стараться выполнять все вместе на отдыхе. Можете включать канал и вместе с Лизой, и со мной что-то тут я тоже делала. Заниматься. Ребят, давайте заниматься даже на отдыхе, хотя бы по чуть-чуть, по 20 минут. Выполнять этот несложный, но очень полезный комплекс, чтобы не выходить из формы даже в отпуске. Пишите в комментариях, какие вопросы вас еще интересуют, в том плане, что вам непонятно. Может быть, какие-то элементы выполнения того или иного движения, помимо растяжки. Или, например, как вот я уже получила запрос, как поднимать ногу высоко. Это мы обязательно снимем в ближайшее будущее. Был уже один выпуск, но мы снимем про бодибалет, как там научиться держать ноги. И вы пишите такие же вопросы, я все это читаю, и в будущем мы будем это вводить в новые выпуски. Подписывайтесь на канал Таня Плюс Танцы. И оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok